Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня видео и тема, как растворить кристаллы мочевой кислоты и остановить развитие подагры. Что такое подагра, в чем ее причина, кого она может коснуться уже завтра, даже если сегодня, еще пока все в порядке. Итак, подагра молодеет, как и многие болезни в наши дни. Причин на то много, все они объективные. Подагра начинается именно с повышения мочевой кислоты в организме. И это продукт распада белков. Мочевая кислота синтезируется печенью, так как именно печень разбирает практически все белки организма. Она поступает в кровь в виде соли натрия и выводится из организма почками. При нарушении функций почек происходит нарушение выделения мочевой кислоты. И почти всегда первопричиной развития подагры является потребление мяса. Вспомните классику, что такое подагра, как ее называли в 19 веке болезнью богатых. Именно потому, что они могли позволить себе и ели мясо, как показатель благосостояния. Тогда как простые люди, крестьяне, говорили щи да каша, пища наша, так и питались. И были здоровы в основной своей массе. Но усиливается и развивается подагра также от потребления алкоголя и при дефиците витамина Д3 и омега-3 жирных кислот, а также при малой активности физической. Когда уровень мочевой кислоты в крови растет, она накапливается в суставах, в полостях и вызывает воспаление суставов, в дальнейшем деформации их. Ну а это в свою очередь вызывает боли, приступы. Также могут развиваться артриты и артрозы. Возникает подагра, если не хватает оксида азота, который вырабатывает сам организм, который помогает снижать выработку мочевой кислоты. Щелочной минерал калий отчасти помогает наладить выработку организмом оксида азота. А вот антагонист калия – натрий. Поэтому надо ограничить соль в рационе своего питания и увеличить потребление воды. Итак, подагра – это отложение солей в суставах, хрящах, сухожилиях и в почках. Суставы начинают разрушаться, но обычно все начинается с больших пальцев ног. Возникают деформации, шишечки, боли, покраснения. Подагре часто сопутствуют повышенное артериальное давление или, правильно говоря, артериальная гипертензия, а также ожирение печени и развитие различных патологий сердца. Мочевая кислота возбуждает, она стимулирует нервную систему, как и кофе. Но, кстати, она является антиоксидантом и даже убирает из организма излишки железа. Но, когда она находится в естественных малых количествах, она, конечно, нужна организму. Но, когда ее много, она становится прооксидантом. Обратное действие. Но, а сахар в рационе питания и сахарный диабет второго типа идут в ногу с развитием подагры. О сахаре я еще далее расскажу. Избытки мочевой кислоты можно вывести из организма, подщелачивая среды организма. Тут поможет и цитрат калия, есть надо больше зелени. Но, у кого уже точно есть подагра, просто необходимо принимать соду. Хотя, можно и профилактически, когда есть уже какие-то первые знаки, первые симптомы. Но, соду принимать надо только химически чистую, а не из хозяйственных магазинов, купленную в наши-то дни. Когда в нее стали добавлять вредные химические добавки. Вы спросите, где взять качественную натуральную химически чистую соду? Ссылку я оставлю под этим видео. Так вот, надо взять одну чайную ложку такой химически чистой соды, без верха. Развести в 300-350 миллилитрах теплой воды до 55 примерно градусов, до 60 не выше. Гасить ее кипятком не нужно. И выпивать ее на ночь, перед сном. И так каждый день, как минимум месяца 2-3 подряд. Ни в коем случае соду перед едой не пить, даже за полчаса. Вы разбавите просто кислую среду желудочного сока и ухудшите себе пищеварение, сделаете очень много проблем. Этими же мерами вы уберете и не допустите, у кого еще пока нет, развития камней в почках. То же самое. Ну а теперь давайте не просто подведем итоги. А я подробно расскажу, что еще нужно делать, какие меры необходимы, комплексные, для снижения мочевой кислоты и для лечения подагры. Ну и, конечно, для профилактики в том числе и тем более. Семена сельдерея. Мощнейшее средство, которое снижает мочевую кислоту в организме. Листья сельдерея. Зеленую часть. Обязательно. Артишоки тоже полезны. Тимьян. И вообще больше зелени. Экстракт вишни. Сок вишни только натуральный. Не из пакетов, произведенные химпромышленностью, а свежедавленный сок из свежей вишни. Калий потреблять обязательно. Можно в виде продуктов. Например, самые богатые продукты калием это бананы и авокадо. Авокадо вообще уникальный продукт. Но продукты все я далее перечислю. Яблочный уксус. Обязательно его принимайте. Но тогда не на ночь, коли соду будете применять. Ведь произойдет реакция нейтрализации. А вот яблочный уксус надо принимать перед каждым приемом пищи. Обязательно. По одной, даже две столовых ложки. Только натурального, гостовского, лучше бочкового, яблочного уксуса. Ссылку на него тоже я оставлю. Спросите, где купить. Разводить надо в одной трети стакана теплой воды и через трубочку, через соломинку выпивать. Если пьете так, что называется, без соломинки, поскольку это кислота, то обязательно прополощите потом рот водой. Ну и через 3-5-7 минут ешьте пищу. Польза будет огромная. И улучшится пищеварение. И дезинфицирующие свойства желудка улучшатся. И растворение солей, кристаллов, мочевой кислоты тоже постепенно будет происходить. Из неделю в неделю. И за несколько месяцев вы улучшите свое состояние. И внешне это увидите. Так, лимонный сок можно пить? Можно. Увлекаться не нужно. Если пьете яблочный уксус, как я говорю, то лимонный сок и не нужен. Эффективность его невысокая. Но она есть. Пить необходимо достаточное количество воды. Пейте только воду. Начинайте каждое утро со стакана теплой воды. Посмотрите об этом, кстати, мое видео. Почему? Лучше всего, конечно, водородной воды. Ссылку на видео оставлю. Сахар за рационопитание убирайте обязательно. Как можно больше. Лучше вовсе исключите. Сахар увеличивает развитие подагры, поскольку вызывает воспаление, в том числе в суставах. И вызывает приступы подагры. Кстати, как и кофе. Ни в коем случае кофе не пейте. Мое видео о кофе советую посмотреть. Уменьшайте, как я уже говорил, количество соли в продуктах питания. Калий, наоборот, увеличивайте в питании своем. Какие продукты содержат много калий? Бананы, лук, смородина, курага. Хотя не злоупотребляйте курагой, ведь она содержит много сахара. Конечно, морская капуста, ламинария. Но и фукус, и фукус полезен по многим причинам. Очень полезен. Мое видео, главное о фукусе, я тоже оставлю под видео. Ни любой фукус, ни сухой. Услышите, увидите какой. Что ж, фисташки. Брюссельская капуста, брокколи. Конечно, авокадо. Я бы уже говорил, как и банан. Клюква, брусника полезны своими органическими кислотами. Они будут растворять постепенно также мочевую кислоту. Потребляйте имбирь, мощное противовспалительное средство, петрушку. Овес очень полезен. Овсяная каша богата калием. И не только этим. Вообще, про овес посмотрите, не поленитесь мое видео. Оно вас может быть даже поразит. Ну, если вы его еще не смотрели, я советую посмотреть. Но обязательно уберите из своего питания то, что привело к подагре болезни богатых. То самое мясо и вообще все животные продукты, высокомолекулярные белки. Ну, пусть, допустим, кроме яиц. Особенно убирайте сыр, творог, то есть то, что содержит высококонцентрированную дозу белка казина. Это все приводит напрямую к подагре. Вызывает подагру именно это. Это первая причина. Есть и другие, я о них говорил. Есть катализаторы, то есть ускорители этих проблем. Фульвовая кислота. Польза номер один. Только не путайте. Не фолиевая кислота, витамин В9, а фульвовая кислота. Она препятствует кристаллизации мочевой кислоты и несет в себе 4 других важнейших функции. Мое видео о фульвовой кислоте посмотрите обязательно. Это очень важное видео. Ну, конечно, важна физическая работа, активность. Обязательно. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты также являются главным фактором противодействия увеличения избыточного количества мочевой кислоты и образования камней и развития подагры. И снимает воспалительные процессы. Самый сильный здесь комплекс, который только существует вообще, это так называемый Латл с селеном. Препарат, созданный профессором Исаевым в 80-е годы. И препарат Амафор. Совместное применение двух этих препаратов гарантировано, если вы будете остальные меры соблюдать, избавит вас от подагры и предотвратит многие другие проблемы с организмом, в том числе с сердцем. Я вам очень рекомендую посмотреть хотя бы вот это одно, самое главное, видео о Исаеве. Вернее, он сам там рассказывает о определенных достижениях, о поставленных задачах в 80-е годы. И что тогда он и группа ученых с ним смогли сделать. Как решить важнейшие медицинские и биологические задачи. Так, витамин D3 тоже очень важен. Витамин С, безусловно. И почечные сборы от подагры также помогают, например, содержащие в своем составе листья березы, брусники и полевой хвощ. И еще советую вам посмотреть мое уже старое, относительно, ну больше года ему, видео, как вывести мочевую кислоту. Лечение подагры и почек натуральными мерами. Вот там подробнее про рецепты трав я рассказываю. Кстати, у меня есть плейлист на моем YouTube-канале о лечебных свойствах тех или иных видов трав. Ссылку на этот плейлист, где все эти видео находятся, я тоже вам оставлю под этим видео. Да, маленькое объявление. Мне на постоянную работу нужен помощник по монтажу видео для YouTube, ну и для других соцсетей. То есть человек, владеющий этими навыками. Склейки, монтажа, улучшение качества звука, ну и так далее. Пишите на почту. Почту оставлю под видео также. И послушайте две минуты очень важной для вас моей рекламы. Товаров, за которые я отвечаю лично, которые укрепляют здоровье и продлевают жизнь. А также будет информация, как купить, заказать наши товары не только жителям России, но и тем, кто проживает за границей в любых странах мира. Слушайте. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru. Посмотрите хотя бы два раздела. Отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено. Обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на Ютубе для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня Ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете, на радон, радиацию, электромагнитное излучение. И себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на Телеграм-канал, который дублирует Ютуб. Мало ли что с Ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего, до свидания.